Господа, наверняка многие из вас купили этот аппарат для прокачки Германии на скидках. Это Там-2 АйПи, танк, который продаётся за голду и который способен прокачать вам всю наземную технику Германии без исключения, по крайней мере на текущий момент. А ещё это самый низко-БР-ный прем среди своих конкурентов в виде Леопарда-2 и Леопарда-1А1. Собственно, предлагаю отправиться в бой и посмотреть, на что же способен Там-2 АйПи, можно ли на нём фармить, можно ли прокачиваться и будет ли это комфортно или это пот на поте потом погоняет мамы неси полотенце. Поехали в бой! Народы, ну а если вы интересуетесь не только танчиками, но и различными спортивными событиями, такими как футбольные матчи, баскетбол, да всё что угодно, то я могу порекомендовать вам сервис Винлайн, где вы сможете смотреть это всё в онлайне в прекрасном качестве и без реклам. Ну а если вы считаете себя ещё и достаточно дисциплинированным и подкованным, то можете попробовать себя в ставках на спортивные события, где сможете получить солидный куш, если, конечно, хорошо умеете предсказывать исход спортивных событий. Ну и, конечно же, по моему промокоду COLD вы можете получить фрибет до 20 тысяч, если хотите попробовать себя в этом. Винлайн – ваш проводник в мир спорта. Ссылка на него в описании и в закреплённом комментарии. Только напоминаю, не нужно сливать всю зарплату, потому что ставки – это только развлечение. Итак, чем там 2 и 5 отличается, например, от того же самого Леопарда, за что мы получили снижение БРа? У нас нет теплока, как видите, и, в общем-то, это не так страшно на этом боевом рейтинге, минь не 9 и 0. 20 лошадей на тонну, наличие стабилизатора, в общем-то, это нас не отличается. Но орудие. Здесь 105-мм пушка установлена Л7 с перезарядкой в 7 секунд на экспертах. И у нас снаряды ДМ-33. Вот они, на 400 пробития. 120-ка, на мой взгляд, немного поинтересней. И за счёт 120-ки, опять же, Леопарду впаяли боевой рейтинг 9,3. А у нас же он 9,0. Не забываем, что у нас есть дальномер, разумеется, лазерный. И есть ещё один недостаток. Наверное, он не такой очевидный, хотя, с другой стороны, не маленький. Его легко заметить. Это заднее, точнее, я бы даже сказал, среднее расположение башни. Что делает там два IP, ну, более уязвимым. На мой, по крайней мере, скромный взгляд. Уж не знаю, как кто на этот счёт думает. Но мне кажется, так гораздо сложнее играть. Когда ты не можешь выехать из-за холма, из-за того, что углов вперёд будет мало. И обязан показать всё тело, как Леопарду. Для этого надо гораздо меньше усилий приложить. Благо, тут объект 685-й решил меня накормить. Поехав куда-то сюда. Я, честно говоря, понятия не имею, куда мне ехать здесь, в этой вариации карты. Надо было, наверное, в город уходить. А я попёрся впервые в жизни куда-то вон за этот завод. Ну, да и ладно. В общем, едет пока этот танк неплохо. Мне нравится. Достаточно быстро. И ЛТшки распиливает. Такой классический, короче, быстрый танк. Но брони у него прям совсем ноль. Ещё меньше, чем у Леопарда. Поэтому вообще бояться нужно всего подряд, даже самолётов. Тут вон, брони 30 во лбу. А в бортах и в корме 11 и вот 15. То есть вас может пробить кто-то вон с КПВТ. Вот этот Т-10 может нас убить с пулемёта. Но, с другой стороны, для того, чтобы убить нас, ему сначала надо нас замить. И, ну, в общем, когда мы ныкаемся, то у нас есть преимущество. Орудие всё-таки позволяет Ламаме спокойно шить всё на нашем БРе. И в целом, наверное, даже больше, чем на нашем БРе. Ну, то есть, даже Абрамса мы, в принципе, пробиваем. Хотя с Абрамсом мы, кстати, не встречаемся. Это, кстати, ещё один плюс этого танка. Боевой рейтинг 9,3. Довольно часто будет играть на 10,3. Поскольку на 10,3 сейчас основные премиум танки расположены для прокачки. Высокоранговые. А мы на 9,0. Мы никак не попадаем с этими Турмсами, Абрамсами и Ижи с ними. И вообще мы ЛТшка. У нас вон есть возможности так себя показать. С хорошей стороны. Не-не-не-не-не-не-не. Назад едем. Почти так же, как и вперёд. Что очень даже круто. Так, там ещё кто-то. Придётся отдать все дымы. А теперь разворачиваемся и валим. Через дым разведка не прошла. У нас нет вроде как казённика. Но с другой стороны нам плевать. Мы едем так же, как и туда и сюда. Блин, он нас сейчас догонит и убьёт. Мне надо объяснить, что у нас здесь танк. Как мне от него спастись, мне просто интересно. Потому что не сказал бы, что я вижу здесь союзников, которые мне могли бы помочь. Вот так сделаем. 20 секунд. А вот что-нибудь из этого получится. Может они не настолько, ну, безбашенные. Разведки у меня ещё нет. Это печально. Но я спасся. Блин, классно. Но вряд ли бы так Леопард смог спастись. Потому что подвижность моё почтение. А чё, вертолёт... А, его сбили, слава богу. Секунда. Опачки. Минус БМП-2. Спасли. М48-го. У нас ещё здесь танк. С ума сойти. У нас враги просто вообще везде. А союзников около точки нет. Да и в городе их нет особо. Чё-то как-то мы все позиции потеряли. Механик заряжающий. Плохо выстрелят. Он ломает! Господи, КПВТ ломает заборы. Нам не некуда дальше было ныкаться. Ну, от третьего лица не смог прицелиться и сломать наводчика. Хотя он вряд ли надолго выживет. Наверное, кто-нибудь из наших его всё-таки прикончит. Я бы хотел в это верить. Давайте попробуем ещё раз. Пока три фрага и вообще суперкомфортно. 20 лошадей на тонну. Вперёд, назад, везде едешь, как хочешь. Ноль претензий. Я очень надеюсь на союзников. По-моему, он умер, да? Две помощи. Я так подозреваю. Да, я умер тоже. У меня башни нет. Какие странные дымы. Ну, я не жалец. Там просто стоит АФК этот. Спрут. Ну и всё как бы. Чё ты сделаешь с этим? На каком бы танке ты ни ехал, он ломами просто стреляет из-за холма. Не двигаясь вперёд. Вот точка за ними. Это нам надо ехать её захватывать. Пойдём в следующий бой. Здесь уже и так всё понятно. Итак. Сделаем необычный ход конём. И стартанём около точки А. Здесь редко бывает много врагов. Но, опять же, пободаться за неё вполне можно. Тем более, что захваты этой точки развязывают нам руки. Главное, чтобы враги за неё также не уцепились. Ну, благодаря своей подвижности. Ладно, колёсники быстрее, чем мы. Но мы стабильно едем везде. Вон, в 60. Спокойненько. Благодаря гусеничной платформе. Колёсники, может, и быстрее. Но не на всех картах и далеко не всегда. Есть ли тут вообще враги? И куда мне вообще смотреть их искать? Да что-то это куст какой-то. К сожалению, на топах слишком мало, опять же, возможностей выжить остаётся. Если ты кого-то проворонил. Потому что наказывают здесь очень жёстко. И быстро. По-моему, кто-то едет. Нет, это мой двигатель. Он всё-таки в задний... Или в выхлоп. Звучит как будто за мной. Когда я еду... Ну, ладно. Скорее всего, оттуда откуда-то, да? Будут закидывать. Захват точки бустанёт нас по деньгам. И по опыту. 13 тысяч. То есть на этом танке даже фармить можно. Ну, если у вас будет хорошо получаться играть на нём. Да вы будете богатыми. Опа. Походу, это вулфпак. Так, а я остался здесь один, да? Труляляй, трулялю. Союзник на тайпе. Вон куда уехал. А, он XM-ку эту вшатал, судя по всему. Какая здесь нычка есть ужасная. Прикиньте, на тайпе вот тут вот встать. В тени. И контролировать просто. Точку. Мне кажется, это будет невероятная грязь. Вообще правильно. Остаться просто здесь, на точке А. И... Ну, забыть. И забить. На движение к другим точкам. Там союзников много, они поборются. Но меня очень сильно напрягает то, что тайп 16 уезжает. Он бросит нас здесь, да? Или, по крайней мере, такая ситуация вполне возможна. Хотя он три. Он Брэдли убил одного. Ну, тут еще один с респауна приехал, Брэдли, тайп 16-го, не заметив. Ладно, точку А ставим. Я не знаю, что сказать по этому поводу. Ну, мне вот за это топы не нравятся. Абсолютно невозможно контролировать такие большие карты с миллионом различных позиций. Ты будешь предполагать, что вот здесь у них на респауне стоит М3? Или вот здесь, когда мы теряем точку Б? Ну, нет, конечно. А, наверное, стоит. А мне еще лень стоять и ждать, и думать еще, где же, где же постоянно будет враг. Стоял бы там же на позиции около точки А, как я сказал, это было бы правильнее с точки зрения геймплея. Но максимально уныло. Я так не хочу. Но выживаемости 0 у Тама. Это, в принципе, было изначально понятно. У нас кто-то тут есть. Наведение очень быстрое. По вертикали, по горизонтали. Мне нравится. Блин, я прозевал танк, пока показывал наведение. Так, задымим здесь еще. А может, он стопудово будет за нами спускаться. И еще раз. Дымов, короче, хватает. Как-то вот, дай бог, на одно отступление. Но, так как я его разведал, ему впаяли. Там Тайп-16 разваливает этот респаун. Красавчик. Я даже не знаю, куда мне тут закинуть. Я понимаю, что надо мной есть вот. Они вот встали, все, наверх. И стоят. И вот там вот едут на выезд. Нет, прикольно то, что можно отступить. Вот, заметьте, часто выбивают. Чисто казенник. И не знаю, куда он попал. Ну, наверное, куда-то рядом с казенником. И все. И мы опять выжили. Странно при этом, что у меня БК не взорвался. Должен, мне кажется, был у меня взорваться боекомплект. Но опять нет. Второй раз уже. Так что... Иногда бывает... Что там выживает. Поехали помогать союзникам как-то. Б и С забирать. Кстати, есть проблемка. У нас кончился Тайп-16. И, вероятно, кто-то сейчас приедет забирать точку А. И мы просрём вообще все точки везде. Не знаю, куда было бы правильнее направить свои усилия. Встать под точку Б или здесь попытаться. Что-то... Ну, здесь я не заеду. Я думаю, они со всех сторон нас смотрят. Он спрут, свалить решил. Ну, тут и справа, и слева. Судя по всему. Справа я его не слышу. Ну, нас опять заперли, короче, на респауне. Да, точка А падает, как я и говорил. А я на неё даже поехать не смогу. Они меня отсюда... Ну, уничтожат. Всё. Почему мы оказываемся постоянно в безвыходной ситуации, в которой мы ничего не можем сделать? Противники просто доминируют по карте. И всё. Блин, ну без шансов его. Слепую не разведаешь. Так, разведную цель уничтожили. Спрут всё-таки быканул. Чё делать с точкой А? Так, они это захватили. Какой же громкий этот спрут? Ага, его разведали, да? А его это вообще кого? Просто интересно, кто это даже. Я думаю, он может быть там и не один, но... Это нас сильно меньше волнует. Ну, вот ты специально встал так, чтобы я... Ну, да, естественно. То есть, чтобы я сдох. Сейчас этот чувак вылезет, и я умру. Гениально. Так, наши сбивают... А, ты поедешь, или ты... Ну, вот как... Вот так надо играть. Вот встал АФК камнем, и стоишь. И не подставляешься, и живёшь. А я чё-то езжу, думаю, как точки захватывать, как побеждать. Не надо. Зачем? Надо стоять АФК. Если ничего не делать, ничего не происходит. А, Визель поехал на захват, да? Оставим это на Визеля. Если получится. Блин, я в ужасной позиции. Меня и сверху сейчас можно снять, и вот с базой ещё сильнее. Я боюсь, что у них появится желающий, чья месть будет страшна. Так, тут камни, которые я не заметил. Но я хотя бы в тень уехал. В тени меня чуть сложнее обнаружить. И это уже хорошо. Можно потихонечку въезжать. Так, у них там дроны летают. Это всё нам неинтересно. Зенитка вообще за точкой Б с нашей стороны оказалась как-то. Просто даже интересно, как. Это вот Type 16 весёлую нарезку респауна устраивал. Некоторое время. Наши зашли на Б. Бахнули тут, а Санталь... Я не понял. Это я противника слышу? Или нет? Не-не, это союзников. Двое. Хорошо. Всё захватили тогда. Леопарда убили. Откуда? Я не понимаю. У меня отвратительная позиция. Но ехать ещё ужаснее сейчас. Когда надо слушать, что происходит. Так-то, по сути, мы уж победили. Нам точки удержать только надо чуть-чуть. Врагов тоже осталось двое, поэтому о чём тут речь. Благодаря вот этому манёвру Type 16 мы прям хорошо продвинулись вперёд. Так, один MBT-70 на точке С он её снимет. На него насрать тогда нам. Где-то здесь может быть разве что Страйкер. Но где? Не имею ни малейшего понятия. В принципе, норм. Захват есть. Фраги есть. Чуть-чуть. Если бы не моя глупая смерть поехала и умер, когда... Сюда я это закинуть не могу. А вот и танк перед нами. Это был Страйкер как раз-таки. А, это Лава-Д. Отлично. Господи, я и думал, как он меня не убил? Я же на полсекунды затупил с выстрелом. Это должно было стать для меня смертельным номером. Но кое-как выжили. Смотри-ка, даже весь бой продержались на плаву. Ну-ка, сколько нам за такой бой дадут? Непростой, но прям неплохой. 60 тысяч денег. Это не так много, но вполне себе сойдёт. А главное 11 тысяч на исследование техники. То есть, получается такие вот... Ну, это средненький боёк. В принципе, норм. Нормальный прям. Прям нормальный, почти хороший. И для прокачки Леопарда топового нужно таких сыграть 38 штук где-то. Нормально. Ну, сильно больше опыта получать. Я не знаю, на чём можно. Вряд ли, что Леопард первый, что второй вот эти будут больше опыта давать. За такие же бои. Нет, конечно. Пойдём в следующий бой. Так, ну, ещё разочек стартуем на Тами-2 и Пи. Пока мне этот танк нравится. Вперёд едет, назад едет, наводится, наводится и довольно быстро. Это удобно. Стрелять, стреляет, пробивает, урон наносит. Вопрос только к тому, что тяжело играть местами на топах, потому что непредсказуемо во многом. Но на нём не ощущается так ужасно. Мне нравится. То есть если вы сделали этот выбор, то я не думаю, что вы ошиблись. А если тем более на нём ещё сыграть матчей так хотя бы 20, то я думаю, что какие-то определённые фишечки вы его уже начнёте выкупать и пользоваться с большим успехом. Например, той же самой скоростью вперёд-назад и везде. Смотрите, какая скорость. Я первым приезжаю на точку, по сути, на ЛТшке. Вон, шведская БМП приехала. Я её ещё и разведать могу. Правда, с десятого раза. Она ещё урон не получила. Ну да и ладно. Закину сюда артиллерию. Так, разведка не прокнула. Наводчика минус о нём. Эээ, захват не даст мне, вонючка, на БМП. Вот так вот даст захват. Поехал зачем-то умер об меня. Я не против. Ну как бы вот, ну что сказать про Леопард? Ну, я халявно сейчас двадцатку получил. Хорошая игровая ситуация. Приехали чуваки на БНа захват, а я их уже тут как тут жду. Ага, меня сейчас с самого артиллерии здесь покосить могут. так, очень плохо. Даю им точку сбить, это ошибка съезжать было отсюда, но я боюсь, что меня артиллерии уничтожат. Меня сейчас вот оттуда убьют, и это будет самый большой косяк. Вот, 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 я про это и говорил. Молодец, это ты хитро придумал на финске своей. А ты будешь выезжать еще? Блин, а у меня союзники помогут как-нибудь мне в этой ситуации сложные, когда меня трое зажимают? Да, он все еще здесь, он жопой вертит. Ну, давай, выходи. В такой ситуации мне даже проще. У меня сзади БК никакого нет в корпусе. Если кто-то подумает, что это хорошая идея туда выстрелить, то это ошибка. Этот будет объезжать, разумеется, как еще потому, что ему на меня выйти так, чтобы я его не ждал. Я здесь его прострелить не могу, вот это вот обидно очень, к сожалению. А, тут еще один. А, а, рикошет от АМХ. Ну, блин. Вас вот, ну, не расстраивает вот эта ситуация? С рикошетом от АМХ ломано 410 пробития, и самое главное, что у меня здесь вроде как было 4 союзника, которые никто ничем мне не мог помочь. Я все еще играл один против троих. То есть, опять же, танк вообще ничем не виноват. Просто меня на любом другом бы танке абсолютно так же выдавили с этой позиции. Потому что они всей командой приехали, а вся моя команда осталась на респаунах. Ну как осталась? Она вся сдохла уже по разу. Вся команда. Абсолютно. И как бы ты ничего с этим не сделаешь. Просто твоя команда сдохла. Я максимум из этого выжил. Я захват из этого выжил для себя. И вон второй фраг. Первый изначально, который мне позволили, и второй вот на наглости. На вражеской. Я боюсь, что сейчас они уже все заняли свои позиции. И тут я уже живым не доеду. Почему он дымится все еще? Как будто живой. Опа. 90-ка разведаем. Ну или кто это? А где он? Опять у меня минус башня. Ну, у меня не наводится. Что я могу сказать? Счастья, удачи, денег, дачи. В моей команде. АМХ-у 40 просто, ну, я не знаю. Ему настолько повезло, насколько это вообще может вести. Сколько у него там брони? 60-70 миллиметров под наклоном. Который вот этот лом должен шить просто как масло. Ну, ну, рикошет. И все, а потом лом исчез у него в маске. Бывает. И даже так, ладно, мы какие-то там 50 тысяч зафармим, прокачки там тысяч семь получим точно. Это очень даже да. Пойдем еще один боек сыграем. Пока норм, но сами бои сегодня это просто насилие надо мной. Так, погнали на точку А. Попробуем еще раз, только с этой стороны. А, смотри-ка, тут аж четыре нас человека появилось, даже пять. Пятеро на точку А, с которой выхода нет и в которую входа нет. Ну, учитывая объем команд, нормально. Вполне адекватное распределение. Можно было бы вдвоем-втроем тут побыть, ну, пятером тоже ок, тем более, что он, Трун-третий, решил занимать другие совершенно позиции. Ну, что ж, я ему это позволяю. 64 километра в час летим. Очень даже неплохо. Стаб не срывается, можно стрелять. В этой всей ситуации углов, вверх и вниз хватает. Комфортный танк для прокачки. Мне он нравится больше, чем второй Леопард, потому что там прям еще больше вот этой вот боли от топов, а здесь, ну, ты успеваешь что-то сделать благодаря личному скиллу и тому, что эти боевые рейтинги чуть-чуть-чуть-чуть больше прощают все-таки. Леопарды медленнее. Ну, или они едут все куда-то не туда, я не знаю, как это объяснить. Это танк? Эм. Что это было? ИТ-1 в твоем исполнении. Опять. Фраг-захват. Там, где есть точки на захват, мы их просто забираем. А это халявные полторы тысячи почти на прокачку опыта. За одну только точку. Плюс много довольно денег. Там много танков. Ага. Блин, а вот это вот я зря сломал. Разведка не прокнула. Ну, потому что в дым. Так, а здесь у меня уже углов не хватит, что, в принципе, довольно очевидно. Ну, леопарды тут с кем-то перестреливаются тоже молодцы. Врагов оказалось вообще много с этого респауна. А где? Я его слышу. Он прям за трупик КТ-1 подъехал, судя по всему, куда-то. Надо ткнуть, что он тут есть. Вот леопар... Я не понимаю, он едет просто как последний, ну, вот, как он не ценит свою жизнь. Просто не на единицу. Его с центра должны были только что убить, уничтожить и обоссать. Но он спокойно въезжает, фраги делает. Как? Как эти люди так играют? Почему? Как только я заеду на этот холм, я сдохну перманентно моментально. Ладно, он умер все-таки. Все-таки его наказали за это, но в общем и целом. Так, этого по разведданному уничтожил. Мне еще нравится, что у него разведка есть. Я могу помогать команде. Как же я был неправ, когда разведка эта появлялась, говорил, насколько она бесполезная. Ну, с точки зрения экономики игровой, она действительно не так хороша, как сделать помощь или уничтожить кого-то, но насколько же эта штука позволяет чаще выигрывать бои, потому что союзники обращают внимание на разведку, потому что это, блин, очень заметно. И самое главное, насколько же эта разведка по итогу апает твою прокачку, потому что ты побеждаешь чаще? гораздо больше, чем та разница между фрагами и помощями и разведками. Так, ну, нам что вперед, что назад, мы одинаково плюс-минус ездим, это удобно. Можно не париться. Там весь этот респаун умер, да? Мне опять разведка не прокнула, обидно. Стоит ли мне вообще сюда влетать? У нас точка боя не захвачена так-то. Нам бы ей заняться. Ну, надо либо запирать правый респаун, но я могу легко вот оттуда отъехать, если приедут, так сказать, кто-то его отпирать. Ладно. Я побыкую на этот респаун. Пока у нас все очень хорошо, это, конечно, наверное, ошибка, но... Ты кто? Это какой-то Т-55-ый. Мне кажется, ему гораздо проще нас вшатать, чем мне ему что-то сделать, что это было. Я мог... А зачем он выстрелил? Ты же убил себя только что. Ты понимаешь это? Странно, что я выстрелил ему в ствол орудия, хотя вообще не попал туда никак. Визуально, по крайней мере. Я вообще не понял, зачем он выстрелил. Но... Но если он так сдался, то хорошо, ладно. А, погоди, так это живой. Я думал, это труп какой-то. А я смотрю, стоит какой-то камень АФК. На! Урон великолепный у 33-х ломов. Разведаю. Бедняга на ИТ-1. Птуры без урона в ИТ-1. Сойдет. Наши любимые, да? У тебя ж перезарядка долгая. А, что-то я там сказал про хороший урон, и он вышел из чата. Резко и неожиданно. А ты вообще что-нибудь видишь? Видишь. Ну... Ноль претензий к игре. Подумаешь, он всего-то съел два моих лома, стреляет, стоит после этого, совершенно не переживая за жизнь. Естественно, это моя неправильная игра, конечно. Нет, ладно, без шуток, мне не обязательно было над ним издеваться и ехать на него в лоб, в упор, вот так вот, зная, что он меня ждет. Ну, тут как бы опять... Что сказать? Моя ошибка, разумеется, я арестнулся. В принципе, в эту игру зашел сегодня. В этом моя ошибка, видимо. Эх. И все равно, опять же, три фрага, захват, прям стабильно что-то. Захват и фрага, два, три, на этом тайме. Ну, норм, получается. Не имба, но играбельно. Давайте еще один боек. Так. Ну что ж, давайте еще разочек. А? Что меня подвинуло в бок невидимое... Ладно. War Thunder. Невидимые стены возникают прямо перед тобой. Там, где в рекламе стены перед тобой рушатся, как говорится, ну, вся реклама строится на иллюзии легкодоступности тобой или чего-то иного потаканию, потаканию желаний людей моментально получить какой-то результат, потому что никто потом, как с кредитом, да, никто не рассматривает всерьез то, что этот кредит потом надо выплачивать. Эту всю, так сказать, проблематику на долгое время. Все рассматривают это с точки зрения получения моментального удовольствия. Как это? Как будто мы кролики просто. Вот. И тут та же самая с этими стенами, только наоборот. Невидимые стены будут двигать тебя. Вар Тандер страна возможностей. Правда, не у тебя, судя по всему. Обычно. Так, есть? Не есть. Странно. Обычно есть. Неужели я... А, есть. Просто не здесь. Просто вот там. Все ясно. Бакану. Очень зря это делаю. Не стоит, наверное. Двигатель. Это меркава. Ясно. А захват не идет, потому что мы не заехали? Или почему? Интересно, она меня ждет еще? Наверное, да. Потому что, ну, а кого еще ей ждать? Вот этих, что ли, моих голубков? Ладно, была не была. А, ясно. Ладно, с таким уроном победим, конечно. Но не сегодня. Конечно, там оранжевый казенник, и есть некий небольшой шанс, что мне повезет, и он не сможет выстрелить. Но что-то мне подсказывает, что нет. О, нет, мистер поезд. Вы сейчас разобьетесь. Оскала завышенных ожиданий игроков. Хотел бы я поучаствовать в захвате и не умереть бездарно от этой меркавы, но что-то мне подсказывает, что шансов-то нет. Меркава это что-то, что нельзя уб... Да, она меня ждет уже. Жадность фрая разгубила. Она танкует двигателем, потом танкует отсутствием экипажа в башне в нужном месте. Опять у меня пролаг какой-то случился. Очень странная тема. И вот после этого мои чуваки поехали захватывать А. Я отказываюсь понимать, как работают мозги некоторых игроков. Им нужна была жертва? Они работают на сатану? Я не знаю, почему? Почему они не ехали до этого? Что им мешало? Невидимая стена, как у меня на респауне, которая меня тут толкает куда-то. К суициду, видимо. Ну и мне самому, конечно, просто уныло стоять на месте, поэтому да. Он один раз меня простил. Ну ладно, один раз он, может быть, не понял, второй раз он меня простил, а на третий раз меня все-таки наказала эта Меркава. И правильно сделала, потому что я охренел. Тут кто-то есть, что ли? Почему он? Ладно. Заряжающие приводы. А у меня урон отключили? Типа хорошо сыграл? Хватит на этом? И где? Так, Брэдли. Лучше сблизиться с этим зданием. Проще резать угол, сказал я, и не успел. А он промазал. Вот это шутник на ХМ-ке попался. Да. Стрелять надо учиться. Да сраный ты. Кто бы ты ни был. Господи, меня танкует шведская БМП. Вы серьезно? То АМХ-40 меня танкует безбронный. То БМП шведская безбронная меня танкует. Да что не так-то с этим танком сегодня? Опять причем я сделал какие-то там один-два фрага. Два. Что за пранк? Шведская БМП. Просто мне, мне вот просто интересно. Ну так, я не претендую. Вот. Шведская БМП. Сколько там брони? Двадцать! Двадцать миллиметров! Двадцать! Анализ защищенности. Так. Германия. Там два С. У него другой, наверное, лом. Давайте шестой ранг, по-моему, идет. Там два. 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 Айпи. Лом. ДМ. Тридцать третий. Почему? Ну почему? Ну не под какими углами здесь нет? Рикошета лома! Ну никакого нет! В вашем же анализе! В вашей же игры! Нет! А, ну вот. Я нашел пиксель, в который можно поймать рикошет. Я не понимаю, почему причем в этом пикселе он может произойти. Я... Вот. Сейчас я нащупаю. Попка... Вот он. Я отказываюсь понимать, как работает эта игра. Ну... Ну... Ну невозможно не пробить 20-ти миллиметровую броню ломом с пробитием в 408! И ваша же игра вам говорит, что это невозможно! Нет ни единого исхода, при котором я должен его не пробивать. Ой, ладно. Короче, сегодня игра меня просто унижает. Но при этом там 2IP показывает себя достойно. Как минимум, он комфортный танк для игры. И я считаю, это важно. Так что, если вы его купили на скидках, вы совершенно не ошиблись. Он прокачает вам всю ветку и еще пофармит, если вы с премом играете. Ну и без према тоже. В первом бою, таком лайтовом, мы получили 4,5 тысячи на исследование и 33 денег. В следующем 60 тысяч денег и 11 тысяч на исследование. В следующем бою 50 тысяч и еще 5 тысяч на исследование. Ну, вполне себе ок. Учитывая, какие сегодня бои всратые происходят, нормально будет вам фармить. На этом на сегодня все. Надеюсь, было интересно узнать про этот нестандартный несколько прем. И увидимся с вами завтра. Поговорим о других не менее интересных танках и самолетах. Так что увидимся. Пока-пока.